Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции и города за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Это одна из основных специальностей. Плюс в целом, всегда мне это привлекало, что, не знаю, по мне просто кажется, это очень престижно. Приемная комиссия Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. 12-е летнее АТОМИАДА-2018. Это абсолютные лидеры инновационного развития России, и не только России, но и мира. Экологическое движение АКА в Десногорске. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». По концерну в целом, в работе 26 энергоблоков, суммарная выработка 106 миллиардов 330 миллионов киловатт-часов, плюсом 2 миллиарда 292 миллиона. Суммарная мощность 20 тысяч 853 мегаватта, плюсом 1260 мегаватт. О техническом состоянии Смоленской станции сообщил главный инженер предприятия. На Смоленск АЭС в работе первой и второй энергоблоки, нагрузка суммарная 2006 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. Третий блок, 47-е сутки ремонта. В целом, все работы в графике. Выработка электроэнергии с начала июля составила 774 миллиона киловатт-часов, что превышает плановое задание на 34 миллиона. С начала года выработано 10,9 миллиарда киловатт-часов, сверх плана 564 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Выпускники школ региона подали документы в Обнинский институт НИЯУМИФИ через выездную приемную комиссию в Десногорске и Рославле. В Обнинском институте НИЯУМИФИ учатся люди со всей страны, большинство из городов-спутников АЭС. Молодежь выбирает атомный профиль потому, что это престижно и перспективно. Интересная работа, карьерные возможности, стабильная зарплата и социальные гарантии. В этом году, как никогда, у нас большой наплыв студентов, будущих студентов, нынешних абитуриентов. Все мотивированы, все стараются подать именно на те специальности, которые относятся к атомной энергетике. Все-таки город у нас находится в районе, в зоне атомной станции. И ребята делают свой выбор непосредственно для работы в этом учреждении. Присоединиться к студенческому сообществу «Огненцев» через выездную приемную комиссию в этом году решили 35 выпускников школ региона. Они проявили интерес к специальностям, связанным с реакторами, проектированием и инжинирингом, наноматериалами, кибернетическими системами, лазерными и плазменными технологиями, биомедициной. Подать документы из Сафонова приехал Никита Лукин. Парень мечтает жить в Десногорске и работать на Смоленск АЭС, поэтому заранее позаботился о своем будущем. Принял участие в инженерной олимпиаде концерна «Росэнергоатом». Знал, что хорошие результаты в этом турнире плюс достойные баллы в ЕГЭ дают возможность получить целевое направление от атомной станции. А это значит, бесплатное образование, производственная практика на предприятии, дополнительная стипендия за хорошую успеваемость. Это очень престижная работа, потому что, во-первых, без этого никак нельзя, без энергии в целом мире и в нашей стране никак без этого. То есть это одна из основных специальностей. Плюс в целом, всегда мне это привлекало, что, не знаю, по мне просто кажется, это очень престижная и очень хорошая профессия. Сейчас в профильных вузах «Росатома» учатся порядка стадий сногорцев. Из них 23 по целевому направлению от Смоленской атомной станции. Многие сделали свой выбор, ориентируясь на пример родителей. Судя по всему, количество атомных династий будет расти и дальше. Мне очень нравится физика. И мои родители, и вся моя семья работают на атомной станции. Мне очень нравятся атомные станции. У нас скоро запускают строительство новой электростанции. Я бы очень хотела там работать. 10 медалей. Таков вклад смоленских атомщиков в общий зачет команды концерна «Росэнергоатом» на 12-й летний Атомиаде-2018. Специалисты учебно-тренировочного подразделения, реакторного, электрического, турбинного цехов «Смоленская АЭС» и санатория-профилактория «Лесная поляна» стали призерами главного спортивного события года. «Росатом», организовывая подобные масштабные мероприятия, целенаправленно вкладывает силы и средства в развитие и мотивацию персонала. Руководство понимает, что только здоровый и физически крепкий сотрудник способен выдержать требования современного производства. А спортсмены используют шанс развивать дружбу между атомными городами, иллюстрируя отраслевые ценности. Наш атлет-гиревик Дмитрий Раков принес в копилку сборной «Росэнергоатома» серебряную медаль. В гиревом спорте концерн на втором месте. Андрей Маньков в очередной раз лидировал в дартсе. Серебряный призер в этой дисциплине стала Анна Дробкова. Элина Шубта выступала за сборную в бадминтоне, в котором «Росэнергоатом» победил. Свои спринтерские способности вновь показал Виталий Чванов. Он взял золото в беге на 3 км и бронзу в 800-метровом забеге. Лидировал в командной шведской стафете. В общем зачете концерт на третьем месте в легкой атлетике. Свой вклад в общекомандное первое место «Росэнергоатома» в плавании внес Игорь Андреев, завоевавший серебро в комплексной эстафете 4 по 50 и бронзу в эстафете вольным стилем. Десять медалей – таков вклад смоленских атомщиков в общий зачет команды концерна. Экологическое движение АК провело второй этап составления рейтинга экологического благополучия и качества жизни населения Атомградов. Работа проводилась при поддержке фонда «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций». В оценке экологической среды участвуют все города присутствия атомной энергетики. Это первый опыт подобного мониторинга. Он уникален. Объектами исследования экологического благополучия стала не только экология с точки зрения состояния почвы, воздушной и водной среды, но и состояния парков, дорожного покрытия, освещения и такой важной для Атомградов составляющей, как состояние радиационной безопасности. Все то, что интересует общественность. Огромный опыт, который мы имеем в проведении экологической экспедиции на атомной станции и на предприятии атомной отрасли, позволяет нам говорить, что это абсолютные лидеры инновационного развития России, и не только России, но и мира. Согласно программе, за два дня эколог-дозиметрист исследовал 800 точек на радиационный гаммофон, взял пробы почвы и воды, в частности в реке Десна. Рабочая группа провела независимый опрос среди жителей города. После обследования территорий нашего города были подведены первые итоги. Фактически в первый день нашей работы удалось осуществить замеры радиационного фона, это гаммофон, в 374 точках. И уже есть первые результаты. Все показания в пределах от 0,08 до 0,18 микрозиверта в час. То есть, эта вся помощь совпадает с естественным природным фоном для данного региона. Учитывая то, что мы видим такую поддержку со стороны общественности, мы сегодня совместно с администрацией города подписали такое рамочное соглашение о сотрудничестве. Мы очень надеемся, что те планы, идеи, которые выдвигаются и со стороны населения, и со стороны экологов, то есть представителей гражданского общества, они найдут должное понимание и поддержку со стороны органов власти. Подведение итогов рейтинга Атамградов и их объявления планируется в августе этого года. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин